Взаимоотношения Обама и Путина это не взаимоотношения двух личностей. Надо четко понимать, что за каждым стоит интерес государства. И в отличие от страны России, где президент может почти все, американский президент действует в жестко граничных рамках. Вот слева и справа стенка. И за пределы этих стен он выйти не может. Американский истеблишмент не позволит. Поэтому для Обамы, как бы он не относился к Путину, вот эти рамки, которыми обозначается национальный интерес, приоритетные. Для него важна позиция американских политиков. Для него важны общественные мнения. Для него важны точки зрения парламентариев и сенаторов. И вот это для него главное. Как бы он не относился к Путину. То, что Россия сегодня играет не по правилам или часто нарушает международные правила, международные договоренности, это совершенно очевидно. Много примеров, я сейчас не буду об этом говорить. И поэтому, когда Россия обижается, что к ней относятся плохо на двадцатки, на восьмерки, на каких-то иных международных форумах, это не вина. Это не вина международного сообщества, к сожалению, это в большей степени вина России. Ее непредсказуемости, непонятности, непоследовательности. Понимаете, когда ты вступаешь во все эти организации, ты должен играть по тем правилам, которые там установлены. Тогда тебя там будут уважать, принимать за своего. Если ты вступаешь в организации, заявляя о том, что ты будешь играть по правилам, но играешь против правил, или нарушаешь эти правила, соответственно, отношения будут. Поэтому отношения с США ухудшились в первую очередь по вине, к сожалению, Российской Федерации действий правительства, действий института власти. И это влияет на каждого гражданина. Это относится к интересам каждого гражданина по одной простой причине, что мы завязаны в единую мировую экономику. Наши компании, наши люди, наши предприятия, они все связаны одной нитью. И если отношения плохие между странами, это обязательно скажется на экономике, на поездках, на межличностных контактах, на взаимоотношениях парламента, в конечном итоге это все оборачивается против той страны, которая отношения ухудшаются. Все в мире взаимосвязано. Думать, что это нас не касает, что где-то там далеко за океаном есть какая-то страна, на которую нам там наплевать, это очень примитивный взгляд человека, который никогда не покидал своего деревенского дома. Но, к счастью, таких людей все меньше и меньше. Поэтому, да, безусловно, меня, например, как нормального человека, тревожит ухудшение отношений Соединенных Штатов Америки. Серьезные противоречия, которые наметились у нас, помочь многим вопросам в мире, ведь это вопросы ключевые, от которых зависит и стаяние войны мира, и экономическое сотрудничество, и сотрудничество в области науки и техники. Вот так. Ну и что?